Вопросы журналистов государственных и негосударственных, региональных и республиканских средств массовой информации и ответы. По такому принципу строился диалог с председателем Минского областного исполнительного комитета Борисом Батурой на пресс-конференции. Мероприятие это ежеквартальное. Актуальность проведения таких пресс-конференций объясняется желанием журналистов получать информацию от первого лица. Губернатора Минского областного исполнительного комитета в данном случае по основным направлениям развития области. Вот почему общий вопрос мероприятий, планируемых на Минщине в год предприимчивости, звучал первым и определял общее направление разговора. По словам Бориса Батуры, в целях стимулирования развития предприимчивости и деловой инициативы во всех сферах социально-экономической жизни области утвержден план мероприятий по проведению в 2011 году года предприимчивости. Один из приоритетов экономической политики – содействие развитию и укреплению предпринимательства, стимулирование развития предпринимательской деятельности. Неумение организовать работу так, чтобы именно эти рабочие места появились в том или ином районе, пока они нас настораживают и говорят о том, что нам больше надо уделять внимание, ну что ли обучению, ликбезу среди руководителей районов, среди руководителей служб, среди руководителей предприятий. Мы там предполагаем создание в каждом районе инкубаторов предпринимательства, потому что говорить о том, что появятся везде инициативные люди и они сами по себе начнут создавать производство, они уже готовы к тому, чтобы вести работу с тем или иным инвестором, определиться направление, по которому ему надо работать. Я думаю, что это несбыточные ожидания. И здесь надо все-таки проявлять инициативу и настойчивость для того, чтобы ускорять эти процессы, в том числе это и есть административный метод управления. Планом мероприятий предусмотрено создание инкубаторов поддержки малого предпринимательства в каждом регионе области, вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность с максимальным использованием рыночных инструментов, поддержание кластерной инициативы субъектов малого бизнеса путем предоставления финансовой поддержки, создание благоприятных условий с целью привлечения субъектов предпринимательства для осуществления деятельности в сельской местности по рыночной торговле и оказанию бытовых услуг. Передача закрытых и неэффективно используемых торговых объектов в частную собственность. В первом квартале этого года будет завершена работа по формированию системы материального стимулирования деловой активности работников предприятий государственной формы собственности. Особое внимание будет уделено внедрению новых технологий, повышению качества оказываемых услуг, переход в кратчайшие сроки на оказание государственных услуг через интернет. Среди приоритетов в текущем году останется создание производств с целью выпуска импортозамещающей продукции и открытие новых производств, ориентированных на выпуск инновационной экспортоориентированной продукции. Одной из важнейших задач в 2011 году будет и привлечение инвестиций в экономику регионов, уменьшение доли бюджетных инвестиций и увеличение объемов инвестирования за счет кредитов банков в общем объеме привлеченных инвестиций в основной капитал. Активизация работы местных органов управления по привлечению инвестиций и в небюджетных источников финансирования для строительства жилья и иных объектов социального значения. Будет продолжена работа и по формированию привлекательного бренда Минской области, а также брендов различных товаров и услуг. Председатель облсполкома, анализируя итоги работы за январь года, отметил, что... Мы за январь месяц по всем практически показателям вышли на прогнозный уровень, если его можно так называть. За исключением рентабельности продаж она у нас сложилась 5,6 при прогнозе 6,8. Также были обозначены и цифровые показатели года социально-экономического развития области. Подробнее губернатор области остановился на работе потребкоопераций и торговых предприятий о развитии сферы услуг. Мы услугами не занимаемся. Мы на сегодняшний день, скажите, в каком государстве услуги бытовки, если можно так назвать, это все услуги, прокат, ремонт сложной бытовой техники, индивидуальный пошив и так далее, мы датируем? Где в каком государстве датируем? Или потребкооперацию мы тоже датируем? Скажите, что это за торговля, которую датируют, а? Говоря о финансовой поддержке субъектов малого предпринимательства, губернатор Минской области поставил задачу и представителям средств массовой информации. Вы должны очень жестко контролировать. Если, не дай бог, где-то кто-то пришел, сказал, что вот пустует помещение, а ему отказали, это должно быть ЧП. Не только районного масштаба, но и областного. И так в любом случае, земли кусок, развитие фермерства, агроусадьба, это все должно отслеживаться, особенно там, где принимают запреты и не дают людям развиваться. На пресс-конференции были также получены ответы на вопросы развития сельскохозяйственного производства, благоустройства районов области, развития фермерских хозяйств и гостиничного бизнеса, дорог и магистральных трасс. Завершилась встреча призывным лозунгом. Не стесняться, особенно там вот внизу, говорить о том, что, вот допустим, председатель райисполкома, что вы боитесь, напишите, не занимается привлечением инвестиций, нормально будет. Я только это буду приветствовать. И если, не дай Бог, кто-то пальцем на вас махнет за то, что вы это написали, скажите мне. Такого не будет. Но я вам скажу, без общего такого настроя мы ни черта не сдвинем с мертвой точки этот вопрос.